То, что зима наступит в Шимкенте в конце февраля, никто не верил. И даже рассылка спасателя, которые накануне разослали штормовое предупреждение, не смогла разубедить скептиков. Однако переменчивая шимкентская погода преподнесла очередной сюрприз. В городе начался снегопад. На чистку дорог от снега этой ночью выехали сразу четыре компании. ТО, ЛТД, Турмыс до сих пор работает на главных улицах и проспектах Шимкента. Это 12 из 25 дорожных направлений. С половины второго ночи работаем. Занимаемся чисткой снега на главных улицах. Самая большая проблема, это когда на обочине дорог оставляют машины. А так нет сложности, ведь машин у нас достаточно. Мне вот доверили новую спецтехнику. Сейчас наша техника работает везде, и в селе Жделе, и в микрорайоне Тасай. Мы получили дополнительную новую технику, 10 единиц машин. Так что проблем с очисткой снега не было и не будет. Да и работники наши работают в микрорайонах на закрепленных участках. Также они убирают пешеходные дорожки. Морозы этой ночью ударят и в Шимкенте, и в Туркестанской области. Минусовую температуру ощутят жители населенного пункта Тасты Сузакского района. Ночью столбик термометра опустится до минус 15. Заморозки сохранятся и на станции Шулдак Тулебийского района. Снежный покров там уже достиг 1 метра. Сегодня целый день в Шимкенте будет идти снег. Ночью в городе будет минус 5 градусов. В Туркестанской области с 22 по 25 февраля осадков не ожидается. На следующей неделе столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов тепла. Зима еще покажет свой характер. Известный в Шимкенте народный предсказатель Нур Кобыл Кузубаев уверен, что весна окончательно наступит не раньше 20 марта. «С февраля по 7 марта будут дожди, а потом превратятся в снег, и будет очень холодно. Конец зимы будет холодным. Весна с опозданием придет». Несмотря на то, что все экстренные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности, спасатели просят воздержаться от поездок на дальнее расстояние. Из-за низких температур воздуха на ночь ограничивают движение для всех видов транспорта на автодорогах области.